Одно из крупнейших народных предприятий Чехословакии, электровозостроительный завод объединения Шкода, выпускает скоростные пассажирские электровозы серии ЧС-4. Эти электровозы успешно работают на железных дорогах Советского Союза. Они предназначены для работы на электрифицированных линиях переменного тока промышленной частоты с напряжением в контактной сети 25 тысяч вольт. Мощность электровоза ЧС-4 при часовом режиме 5100 кВт. Коэффициент полезного действия 87-90%. При создании электровоза были использованы новейшие достижения техники. Они обеспечили высокие экономические и технические показатели. Так, например, при трогании с места локомотив развивает максимальную силу тяги в 31 тонну. А при часовом режиме 17,4 тонны. Скорость электровоза при часовом режиме 106 км в час. А максимально допустимая скорость 160 км в час. Познакомимся с некоторыми особенностями локомотива. Кабина машиниста просторна и удобна для работы локомотивной бригады. Радиотелефон под руками. Машинист может быстро связаться с поездным диспетчером или с дежурным по станции. Незабытые и бытовые удобства. Кабина снабжена системой вентиляции и колориферным отоплением. Светофильтры защищают машиниста и его помощника от прямых солнечных лучей. Красные и белые огни сигнальных буферных фонарей можно переключать, не выходя из кабины. Контрольные и сигнальные приборы на пульте управления хорошо видны не только днём, но и при искусственном освещении. Яркость освещения приборов легко регулируется. На задней стенке кабины находится блок 850, в котором собраны основные защитные реле. Здесь же расположены автоматические защитные выключатели цепи управления. Рассмотрим устройство контроллера-машиниста. Как и на других электровозах, он служит для дистанционного управления работой тяговых двигателей. Контроллер состоит из трёх кулачковых барабанов. Вал реверсивного и барабана ослабления поля возбуждения тяговых двигателей. Вал реверсивной рукоятки имеет электромагнитную защелку. Когда реверсивный барабан находится в нулевом положении, а электромагнитная защелка под напряжением, лишь тогда реверсивную рукоятку можно перевести в одно из рабочих положений. Рабочих положений два. Ход вперед и ход назад. Вал реверсивной рукоятки и вал штурвала-контроллера связаны между собой рычагом. При нулевом положении рукоятки он блокирует контроллер. Только теперь рукоятку можно вынуть и перейти в другую кабину. Обратите внимание, штурвал контроллера может находиться в верхнем и в нижнем положениях. В верхнем положении он управляет командным барабаном, который изменяет позиции искателя ступеней, тем самым регулируя скорость движения локомотива. предусмотрена возможность как ручного, так и автоматического набора и сброса позиций. Если же опустить штурвал контроллера и поворачивать его по часовой стрелке, то кулачковый барабан будет изменять ступени ослабления поля возбуждения тяговых двигателей. В нижнем положении штурвал контроллера имеет пять фиксированных позиций ослабления поля. При маневрах машинист может работать при помощи маневрового кнопочного контроллера, расположенного у бокового окна. Для облегчения монтажа и демонтажа оборудования в кузове крыша электровоза выполнена из отдельных секций. на крыше расположены электрические аппараты, пантографы, разъединители пантографов и главный воздушный выключатель. выключатель осуществляет оперативные и аварийные отключения электровоза от контактной сети. Собственное время отключения четыре сотых секунды. В случае повреждения пантографа его необходимо отключить разъединителем. При этом разъединитель заземляет неисправный пантограф. на полозе пантографа укреплены угольные вставки. Они уменьшают износ контактного провода и в отличие от медных не требуют смазки. В конструкции пантографов есть важная особенность. Их можно опускать и поднимать на ходу при скоростях движения до 160 километров в час. Это имеет большое значение в случае внезапной встречи с неисправностью контактной сети. Электровоз ЧС-4 оснащен полузамкнутой системой вентиляции. Воздух снаружи поступает через жалюзи с обеих сторон локомотива. Очищается он в фильтрах, в которых использован новый материал силон. Система вентиляции создает избыточное давление в кузове от 2 до 10 миллиметров водяного столба. Вентиляция легко переводится как на зимний, так и на летний режим работы. Обшивка кузова электровоза выполнена не из металла, как обычно, а из высокопрочного полиэфирного стеклопластика. Он обладает хорошими теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Перейдем к тележкам электровоза. Кузов со всем его оборудованием устанавливается на двух тележках с помощью упругих боковых опор. На каждую тележку приходится по 4 опоры. Боковые опоры через пластмассовые скользуны опираются на стальные плиты скольжения, находящиеся в масляных ваннах. Кроме того, спиральные пружины обеспечивают подрессоривание кузова, в то время как сферические скользуны позволяют тележкам перемещаться по отношению к кузову. Таким образом, вес кузова передается на рамы тележек, а от них через буксовое подрессоривание на колесные пары. усилия тяги и торможения передаются через шкворень с шаровой опорой. Возвращающее устройство компенсирует поперечные отклонения тележек относительно кузова. пружинное соединение между тележками улучшает вписывание электровоза в кривые участки пути. При выходе из кривой пружина облегчает возвращение тележек в первоначальное положение. И еще об одной особенности экипажа о поводковых буксах. Тяговое и тормозное усилие от корпуса буксы к тележке передается при помощи двух поводков. резинометаллические блоки поводков позволяют колесной паре перемещаться как в горизонтальном так и в вертикальном направлениях относительно тележки. Такая конструкция поводков исключает трение деталей и нет нужды в смазке этого узла во время эксплуатации. Для гашения вертикальных колебаний надрессорного строения экипажа служат гидравлические амортизаторы. Буксовые спиральные пружины упираются нижними концами в балансиры а верхними в раму тележки. Буксы работают на роликовых цилиндрических подшипниках. смазочное пространство подшипника плотно закрыто крышкой корпуса буксы. на торцах осей колесных пар находятся заземлители. их основные детали стальной диск и прижимающиеся к нему графитовые щетки. Таким образом обмотка трансформатора заземлена на торцы осей колесных пар. это исключает электрокоррозию буксовых подшипников. Еще небольшая но важная деталь. у электровозов ЧАЭС-4 гребни бандажей средних колесных пар на 10 миллиметров тоньше гребней крайних колесных пар. Разница в толщине гребней улучшает вписывание тележек в кривые, уменьшает нагрузку на рельс и снижает износ гребней. Перемещение колесной пары в поперечном направлении ограничивают упоры установленные между буксой и рамой тележки. Рассмотрим конструкцию тормозной системы электровоза. Каждая колесная пара оснащена индивидуальным тормозным воздушным цилиндром. а каждое колесо имеет с обеих сторон по две тормозные колодки. Все это значительно улучшает тормозной эффект, что особенно важно при больших скоростях движения. Тормозные колодки постепенно изнашиваются, вследствие чего уменьшается сила их нажатия на колесо. На электровозе ЧАС-4 удалось обеспечить постоянную силу нажатия колодок с помощью автоматического регулятора. При оттормаживании разрезная гайка регулятора проскальзывает по тормозной тяге, благодаря чему восстанавливается величина зазора между тормозными колодками и бандажом. для крепления двигателей на электровозе ЧАС-4 использована опорно-рамная подвеска. Вес двигателя полностью переносится на раму тележки. Такая подвеска двигателей уменьшает динамическую нагрузку на рельс. Двигатель рассчитан на питание выпрямленным пульсирующим током. Его часовая мощность составляет 850 киловатт при напряжении на коллекторе 800 вольт. В оставе двигателя 6 главных полюсов и 6 дополнительных. Концы выводов полюсов крепятся в клеммной коробке. Двигатель выполнен с последовательным возбуждением. Кремний органическая изоляция допускает нагрев полюсных катушек до 180 градусов, а обмоток якоря до 160 градусов. Якорь тягового двигателя состоит из втулки, двух нажимных шайб, обмотки и коллектора. В коллекторе использована калиброванная медь с присадкой серебра. Это удлиняет срок службы коллектора и улучшает его коммутационные качества. На поворотной траверсе установлены щеткодержатели. Они крепятся при помощи изолированных пальцев и разъемных кронштейнов. Каждый щеткодержатель имеет четыре разрезные щетки, что улучшает условия коммутации. Поворотная траверса позволяет осматривать все щетки через один коллекторный люк. Удобно также контролировать нажатие щеток на коллектор. Фиксирующее устройство не допускает поворота траверсы во время эксплуатации. Тяговый двигатель приводит в движение колесную пару при помощи карданной передачи и одностороннего редуктора. Вот основные элементы этой передачи. Вал с поводком, карданный крест, четыре кулачковые муфты и зубчатый поршень. Одна пара кулачковых муфт связана с поводком, другая с зубчатым поршнем, который входит в зацепление с якорной втулкой. Карданная передача через редуктор передает вращение колесной паре. Каждый тяговый двигатель имеет принудительную вентиляцию. Воздух подается со стороны коллектора и выходит через люки в верхней части остова. Воздушное охлаждение всех тяговых двигателей обеспечивают два мотор-вентилятора. Теперь познакомимся с оборудованием машинного отделения электровоза. Здесь находится выпрямительная установка, силовой трансформатор, вспомогательные машины, электрическое оборудование. Выпрямительных установок две. Они выполнены на кремниевых полупроводниках. Номинальный выпрямленный ток 4800 ампер, номинальное напряжение 935 вольт. С обеих сторон шкафа выпрямительной установки расположены по 320 вентилей главной силовой и по 32 вентиля вспомогательной установки. Для защиты вентилей от пробоя к ним подключены амические сопротивления с германиевыми диодами и конденсаторы. Аналогичный комплект коммутационных элементов защищает вентили вспомогательного выпрямителя. В каждом плече силовой выпрямительной установки 20 параллельных ветвей. Ветвь состоит из четырех последовательно включенных вентилей. Вспомогательная установка имеет в каждом плече по четыре параллельных ветви. Здесь ветви составляет два вентиля также включенных последовательно. Пробой одного вентиля приведет к срабатыванию сигнального реле в шкафу. на пульте управления загорится сигнальная лампочка. В этом случае машинист может продолжать движение без ограничения позиций до возвращения в депо. Ну а если произойдет пробой двух двух и более последовательно включенных вентилей, тогда на пульте управления загорится другая сигнальная лампочка. Тут же сработает блок защиты и отключится главный выключатель. Но в какой выпрямительной установке произошел пробой плеча? Это можно легко определить по блинкерному реле. В этом случае продолжать движение можно только после отключения неисправной выпрямительной установки. При перегрузке или коротком замыкании токовые трансформаторы вызывают срабатывание системы защиты и отключение главного выключателя. Общая защита выпрямительной установки от перенапряжений осуществляется контуром, в который входят конденсаторы и сопротивления, подключенные к вторичной обмотке трансформатора. В выпрямительную установку охлаждают два мотора вентилятора мощностью 4,5 киловатта каждый. Два других мотора вентилятора аксиального типа мощностью по 17 киловатт охлаждают сглаживающие реакторы, дроссели вспомогательных машин, шунтирующие сопротивления и радиаторы масляной системы трансформатора. Сглаживающие реакторы трехобмоточные. Они служат для уменьшения пульсации тока в цепи тяговых двигателей. Дроссели уменьшают пульсацию тока в цепи вспомогательных машин. Работа вентиляторов контролируется воздухо-струйным реле. Как только мотор-вентилятор останавливается, срабатывает микро-выключатель воздухо-струйного реле, а на пульте управления загорается одна из лампочек дефект вентиляторов. Главный силовой трансформатор состоит из автотрансформатора и обычного понижающего трансформатора. Трехстержневой замкнутый магнитопровод набран из отдельных листов трансформаторной стали. На первом стержне магнитопровода обмотка автотрансформатора. Она имеет 32 отпайки для регулирования напряжения от нуля до 25 киловольт. На этом же стержне находятся две других обмотки. Одна из них на 260 вольт для собственных нужд, другая на 3000 вольт для отопления пассажирского поезда. На двух других стержнях магнитопровода расположены обмотки понижающего трансформатора. Напряжение первичной обмотки изменяется от нуля до 25 киловольт. К вторичным обмоткам, напряжение которых изменяется от нуля до 1040 вольт, через выпрямительные установки подключены тяговые двигатели электровоза. Выводы автотрансформатора расположены на крышке бака. На электровозах серии ЧЭС-4 начиная с номера 063 устанавливается добавочный третий вывод. Он предназначен для работы при напряжении в контактной сети 12000 вольт. выводы вторичной обмотки находятся на изоляционной плите. В этом аппарате три основные части. Искатель ступеней, переключатель переключатель мощности и пневматический двигатель. Переключатель ступеней через контактную плиту с 34 сегментами соединен с отпайками силового трансформатора. Познакомимся с работой переключателя ступеней и силового трансформатора. Когда контроллер машиниста установлен в положении набор или сброс позиций, он в определенной последовательности включает и выключает электромагнитные вентили пневматического двигателя. Вентили управляют клапанами двойного действия, которые подают сжатый воздух в рабочие цилиндры. коленчатый вал пневматического двигателя поворачивает изолированные валы искателя ступеней, а они последовательно перемещают два контактных рычага с коническими роликами. Соединяясь с теми или иными сегментами контактной плиты, ролики поочередно подключают или отключают соответствующие ступени обмотки автотрансформатора. Вал искатель через редукторную передачу приводит в движение кулачковый вал переключателем мощности. Он имеет четыре контакторных элемента. Как только ролики контактных рычагов попадают в выемки кулачковых шайб, контакты под действием пружин включаются. Они замыкаются в определенной последовательности. Это дает возможность под нагрузкой переключать все секции обмотки автотрансформатора. Сейчас происходит набор позиций. Каждая позиция переключателя ступеней соответствует определенному напряжению на вторичной обмотке трансформатора. А следовательно и на тяговых двигателях. Машинист переместил штурвал контроллера в положение сброс позиций. Посмотрите как переключатель ступеней выполняет эту команду. ступеней все части искателя ступеней работают в масляной ванне имеющей собственную систему фильтрации масла. Она включает в себя мотор-насос фильтры грубой и тонкой очистки. на корпусе искателя укреплено предохранительное устройство с воздушной камерой и мембраной. Оно предотвращает взрыв корпуса при повышении давления масла. Поэтому состояние мембраны следует регулярно проверять. Если в воздушной камере появится масло подавать напряжение к переключателю ступеней нельзя. Этот конец приводного вала связан с указателем позиции переключателя ступеней сельсин датчиком сигнализации положения переключателя и с кулачковым валом блокировочных контактов цепей управления. К пневматическому двигателю подключен кулачковый барабан блокировочных контактов автоматического переключения электромагнитных вентилей. Трансформатор охлаждается с помощью двух масляных мотор насосов и радиаторов. Радиаторы расположены с обеих сторон трансформатора. С помощью крана подача масла переключается на летний или зимний режим работы. Температура масла измеряется термометром. маслоструйная 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 реле. Как только в системе начинает циркулировать масло, диафрагма реле прогибается и размыкает контакты микровыключателя. Лампочка погасла. Это значит, что масляная система работает нормально. И еще один прибор газовое реле бухгольца. Оно предупреждает разрушение трансформатора и переключателя ступеней при появлении в них неисправностей. Если в камере реле появится даже незначительное скопление газов и уровень масла понизится, опустится верхний поплавок и через ртутный контакт замкнет сигнальную цепь. При появлении предупредительного сигнала машинист должен открыть камеру реле и при этом определить газ это или воздух. В пути возможен и такой случай. Короткое замыкание или быстрая утечка масла вызывает опускание верхнего и нижнего поплавков газового реле с ртутными контактами. Срабатывает главный воздушный выключатель. При приемке электровоза машинист должен обязательно проверять исправность газового реле нажатием штока. Если ртутные контакты поплавков реагируют на этот нажим, значит реле исправно. на расширительном баке трансформатора находится воздухоосушитель. В нем использовано свойства силикогеля и блаугеля поглощать влагу. В машинном отделении установлены два мотор-компрессора. они обеспечивают сжатым воздухом агрегаты и приборы тормозной системы, а также все пневматические аппараты электровоза. Но как быть, если в системе еще нет сжатого воздуха? Тогда можно воспользоваться вспомогательным мотор-компрессором. Он создает запас воздуха, необходимый для включения главного выключателя и подъема пантографа. Теперь уже можно пользоваться основными компрессорами. В шкафах расположены силовые электрические аппараты. Реверсор, отключатель тяговых двигателей, реле перегрузки, дифференциальные магнитные усилители и высоковольтный предохранитель. Реверсор и отключатель тяговых двигателей оборудованы индивидуальными электропневматическими приводами. Реверсор имеет два положения езда вперед, езда назад. отключатель тяговых двигателей тоже имеет два положения езда и отключено. Отключаю двигатели установкой реверсивной рукоятки в положении ноль. неисправные тяговые двигатели один или несколько отключают разъединителем закрепляя его специальным фиксатором. в этом шкафу сопротивление и контакторы ослабления поля возбуждения тяговых двигателей. Перейдем к следующему шкафу. Здесь аппараты вспомогательных цепей электровоза и защитный автомат вспомогательных машин. Здесь контактор отопления пассажирского поезда. На электровозе ЧАЭС-4 есть специальное противобоксовочное устройство. Оно состоит из дифференциального реле защиты от боксования электронной системы управления и реле подачи песка. Зарядное устройство преобразует переменный ток в постоянный для питания цепей управления и освещения электровоза. К зарядному устройству параллельно подключена аккумуляторная батарея емкостью 160 ампер часов. Она сглаживает пульсацию тока зарядного устройства. На панели блока отыскания неисправностей сосредоточены контрольные выводы цепей управления электровоза. Для обнаружения обрыва цепи используется клемма минус. Здесь цепь исправна. А на этом участке цепь нарушена. Контакты рельеф загрязнились. Теперь неисправность устранена. Клемма плюс дает возможность выяснить место пробоя на землю в цепях управления. Еще один важный блок реле блок защиты 850. Здесь сосредоточены реле связанные с датчиками аварийных режимов и сигнализирующие о неисправностях силовых и вспомогательных цепях. Так например в случае пробоя изоляции в цепях тяговых двигателей срабатывает одно из блинкерных реле 860 или 861. Машинист узнает об этом по сигналу на пульте управления. А если сработает реле 008 значит произошла перегрузка или короткое замыкание силового трансформатора. Перегрузка или пробой плеча выпрямительной установки приведет к срабатыванию одного из блинкерных реле 145 или 146 В. Перегрузка в цепях отопления поезда вызывает срабатывание реле 701. Когда срабатывает какое-либо блинкерное реле блока защиты 850 то непременно включается конечное реле 852. По его команде отключается главный воздушный выключатель электровоза и загорается сигнал блок защиты. Остановись доступ в высоковольтную камеру к шкафам с высоковольтной аппаратурой и выпрямительным установкам разрешается только при выполнении следующих условий. Электровоз должен быть заторможен и пантограф опущен что машинист проверяет отлично главный воздушный выключатель отключен силовой трансформатор заземлен кулачковые выключатели пульта управления заблокированы ключом управления и только теперь машинист может войти в высоковольтную камеру электровоза таким образом в конструкции электровоза ЧС-4 предусмотрены устройства исключающие возможность попадания обслуживающего персонала под высокое напряжение снова включить главный воздушный выключатель и поднять пантограф можно только после закрытия высоковольтной камеры и щитов силовых шкафов когда замкнутся контакты защитных блокировок с каждым годом становится все больше и больше пассажирских поездов ведомых скоростными электровозами ЧС-4 по стальным магистралям нашей страны и каждая локомотивная бригада осваивающая этот электровоз должна тщательно изучить его конструкцию технические и эксплуатационные особенности и и и Субтитры создавал DimaTorzok